Тема назрела сама по себе. Раз вы так просили, я решила рассказать. И самое главное, я решила рассказать не только то, как я похудела, а рассказать вам, в чем вообще связь между вашими успехами в бизнесе, в жизни и между вашим телом. Это действительно я. Я вешу всего лишь 62 килограмма. Я не видела проблемы, точно так же, как у вас иногда происходит с деньгами. Вам говорят, а тебе не кажется, что ты мало зарабатываешь, тебе не кажется, что ты плохо живешь, что вы не видите проблемы. Купили в Китае ножницы, продали эти ножницы супер дорого. Один раз у вас это получилось, вы заработали денег и все. Но вас нельзя назвать успешным предпринимателем. Если я хочу быть стройной, то я должна принять какое-то радикальное решение. Я перестаю взвешиваться постоянно, я перестаю постоянно сегодня пытаться похудеть, я просто иду в долгую. Всем привет! Это я, Оля Ермилова. Сегодня в необычном для вас месте, в очень обычном для себя. Плита. Плита Ермилова оказывает отсоединимые вещи, особенно если плита хорошая. На самом деле, сегодня будет крутое видео, я так думаю, потому что тема назрела сама по себе. Знаете, все время в бизнесе очень важной историей является СММ. Что бы такого запостить, чтобы это вызвало резонанс, чтобы сделать такое, чтобы было какой-нибудь такой эффект вау, бомбы. У меня есть такая фоточка, которая всегда вызывает эффект бомбы. Фоточка, где мне 15 лет. Это действительно я. Это не монтаж. Я не держусь за скалы, и мне не приклеили голову к этому странному телу. Это я. Мне здесь 15, и я вешу всего лишь 62 килограмма. Почему я так ужасно выгляжу, я не знаю. Но каждый раз, когда я ставлю эту фоточку рядом с вот этой, где мне уже 36, всегда у людей вау! И это очень смешно. Я не понимаю, почему я могу ничего не писать, показывать эти фоточки и людей разрывать. И вот буквально недавно я снова выложила эту фотографию, поскольку дело было вечером, делать было нечего, я не знала, что выложить. И думаю, блин, ну выложу снова, может быть, новенькие появились. И снова вот этот эффект разорвавшейся бомбы. И, конечно же, вопрос. Оля, ну расскажите, как вы похудели? Ну расскажите, как вы похудели? Я, честно говоря, не знаю, почему этот вопрос так интересует людей, учитывая, что разница в этих фотографиях с весом там 12-14 килограмм в среднем, потому что я тоже гармошка, и 2 килограмма у меня идут туда-обратно. Но раз вы так просили, я решила рассказать. И самое главное, я решила рассказать не только то, как я похудела, а рассказать вам, в чем вообще связь между вашими успехами в бизнесе, в жизни и между вашим телом. Появился звук, это кипит, вода. Значит, мы будем совмещать две вещи, потому что, как я уже сказала, видео родилось неожиданно, мне нужно было приготовить еду. Ребята приехали ко мне, в общем, мы решили ничего не откладывать и снимать дома, чтобы вы видели, что дом у меня пока все еще есть, меня никто не выгнал. Поэтому я параллельно готовлю, заодно покажу вам, что я ем, и параллельно рассказываю вам всю эту историю. Ну, начну с того, что моя бабушка весила 120 килограмм. И вообще, с детства мне говорили о том, что у нас вся семья склонная к полноте, и, естественно, у нас широкая кость. Поэтому, в принципе, против природы не попрешь. Честно говоря, глядя на бабушку, значит, пока рассказываю параллельно, на всякий случай, что готовлю, это мидии. Я их сейчас должна немножко сварить. Глядя на бабушку, мне вообще не хотелось думать о широкой кости, но это было, ну, для меня это был какой-то кошмар. Ну, естественно, я ела все, что мне давала бабушка, а бабушка, как все нормальные бабушки, давали вкусные пирожки, пельмешки и прочие очень клевые полезные продукты. Я ела, 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 и была обычной нормальной девочкой. Я никогда не чувствовала себя толстой. Я была обычной нормальной девочкой-подросткой. Мне кажется, что все такие девочки были и есть на самом деле. Но, когда мне там начало становиться 12-13 лет, а потом уже 15, как вы видели на фото, мой папа-отчим, он мне начал говорить, что, Олечка, тебе не кажется, что ты толстенькая? Я страшно на него вообще обижалась, это было отвратительно, в смысле, я толстенькая. И я не видела проблемы. Ну, то есть, я не видела проблемы. Точно так же, как у вас иногда происходит в вашей жизни с деньгами. Вам говорят, а тебе не кажется, что ты мало зарабатываешь? Тебе не кажется, что ты плохо живешь? Потому что у тебя плохой дом, вы не видите проблемы. Если вы ее не видите, значит, у вас ее нет. У меня ее не было. Ее не было ровно до 19 лет, пока однажды я не познакомилась с человеком, который позже стал моим продюсером. И он мне сказал, если ты хочешь в шоу-бизнес, а я хотела в шоу-бизнес, он мне сказал, тебе нужно худеть, потому что ты жирная. Вообще, это был для меня шок. Типа, в смысле я жирная? Ну, полноватая, но я же не жирная. Но Санечка знал, что надо сделать, и он рядом со мной поставил девочек-моделей. Офигенных девочек-моделей. И я реально поняла, что я жирная. Вот я реально жирная. И как только я это осознала, я поняла, что надо что-то с этим делать. На самом деле, когда мне задают вопрос, что ты делала, ответ подразумевает две темы. Первое, я делала все. Второе, я думаю, почему не кипит вода? Я просто включила другую комфортку. Нормально. Второе, это я не делала ничего. Потому что, с одной стороны, я вроде как там, знаете, пила чаи, голодала, тренировалась. С другой стороны, я снова проходила время, я набирала вес, и как бы все было окей для меня лично. Мне казалось, что я, опять-таки, нормальная, но Саша, это мой продюсер тогда, он все время делал какие-то мне оголенные костюмы с гулым животом, чтобы я себя чувствовала как-то пожирнее, покрупнее, и создавал мне такие дискомфортные условия. Что я поняла для себя в тот период времени? Что если я хочу быть стройной, то я должна принять какое-то радикальное решение и перестать худеть на короткий промежуток времени, когда ты каждый день становишься на весы и взвешиваешься, ты худеешь на 5 килограмм, потом на это забиваешь и снова набрасываешься на еду и на нормальный образ жизни. А я должна принять какое-то кардинальное решение, в котором будет моя новая система питания, система отношений с, собственно, с едой и вообще со всем остальным. Потому что иначе никак нельзя. Иначе долгосрочного результата не будет. Как это похоже в бизнесе? В бизнесе это похоже, когда, вы знаете, вы однажды насмотрелись мотивирующих тренингов, кого-то наслушались, и вы решили, что вам пора заработать деньги. Вот вы нашли какую-то одну тему, я не знаю, купили в Китае ножницы, продали эти ножницы, там, ой, так всегда у меня. Продали эти ножницы супер дорого. Один раз у вас это получилось, вы заработали денег и все. Но вас нельзя назвать успешным предпринимателем. Сейчас покажу конкретно, как работать с сайтом alibaba.com. Для того, чтобы вы могли строить бизнес, вы должны для себя принять такую очень простую вещь, что отныне я всегда буду работать над бизнесом. Я принимаю для себя решение, что я всегда буду жить в дискомфортной истории, что я всегда буду к чему-то стремиться, и всегда буду брать ответственность за свои финансы не с работодателей, которых я буду искать на работу, чтобы устроиться, а с себя. То есть я теперь сам себя начинаю обеспечивать, беру удочку и постоянно должен ловить. И вот теперь моя задача то ли найти правильный пруд, то ли найти правильный метод вот этой удочки, то ли наживку. Короче, что-то надо изобретать. Вот, собственно, так случилось со мной, когда я поняла, что я перестаю взвешиваться постоянно, я перестаю постоянно сегодня пытаться похудеть, я просто иду в долгую. Моя цель прийти к определенному весу. Я хотела очень сильно весить там 50 килограмм, это был мой такой фантастически крутой вес в моей голове, и я с этим весом связала свое счастье, связала свое будущее, связала себя. В общем, это стало для меня такой программой, на которую я нацелилась, и где я поняла, что я просто должна к этому прийти. Это как бы было ключевым фактором. И поэтому, если сегодня у вас есть проблемы с весом, или если у вас есть проблемы там с бизнесом, вы должны понимать, что это ключевое решение, когда вы переламываете свою судьбу, скажем так. Вы принимаете, что по-другому вы не сможете быть и жить, вы по-другому не хотите. То есть это как переезд в другую страну или еще что-то. Радикальное решение в вашей голове. Я не могу сказать, что его принять сложно или просто. Это просто нужно сделать однажды. Вот так случилось со мной. Не было специальной системы. Каждый раз, когда я пробовала какую-то диету, я, конечно же, пробовала, я все время срывалась. Я ела и яйца, и грейпфруты, и, в общем, все что угодно. Я и голодала. Но я постоянно все время жила с мыслью о еде. И все время это все было в срывах. Ничего не получалось. И тогда, когда вот это перевоплощение начало происходить, я не поняла, как это начало происходить. Просто люди стали мне говорить, что ты похудела. Я сама стала замечать, что я похудела. Стала меняться конституция моего тела. Конечно же, у меня были спорты. Конечно же, я смотрела на то, что я ем. Но никаких фантастических вещей в этот момент не происходило. Так, мне нужна пауза, чтобы я слила все-таки воду. Пока часть марлезонского балета заканчивалась, я уже сделала вот это. А звук не записался. Поэтому мы продолжим. Что я хочу, главное, чтобы вы знали, помимо того, что мидии с овощами это вкусно. Это то, что... Сейчас меня возненавидите. Главный секрет заключается в том, чтобы однажды принять решение, каким вы хотите быть. Или какой жизнью вы хотите жить. Что для того, чтобы обладать красивой фигурой, нужно не собираться, не ждать, не что-то там готовиться. Нужно просто понять, что вот так вот мерзко, как вы выглядите сейчас, вы больше выглядеть не можете. А если вы не готовы ничего ради этого делать, значит, вы еще недостаточно мерзко выглядите. Точно так же, как и в бизнесе, что если та финансовая история, которая у вас есть, вас устраивает, супер. Если вам нравится та реализация в жизни, которая у вас есть, супер. Но если вас это уже достало, если вы уже понимаете, что вы ни хрена не можете, вы не можете позволить ничего себе, ничего своим детям, вам не за что заплатить за квартиру, вы никогда не можете купить себе машину, вы вообще, блин, вам тошнит от вашей жизни, то тогда как раз и начинается вот это принципиальное решение, что что бы ни происходило в моей жизни, как бы херово мне в ней не было, я буду идти до конца. Вот у меня всегда это работает так. Вот до тех пор, пока я себе не стала омерзительна, пока я не посмотрела на себя в зеркало со стороны, и не поняла, что, блин, у меня здоровые ляжки, вот такие вот жирные ляжки, что у меня какие-то здоровые руки. Вообще, честно говоря, сейчас у меня тоже здоровые руки. Я думаю, плюс два лишних килограмма. О, и вода закипела. Пока вы сами от себя не затошните, простите, я другого способа не знаю. Вот что произошло со мной, как похудела Оля Ермилова, ей от себя затошнило. И я решила, что надо с этим что-то делать. Это, кстати, капеллини. Я обожаю именно вот эту самую тонкую пасту, потому что она быстро варится. Я люблю всегда все быстренько. Такая, по-моему, я не помню, солила ли я воду. На всякий случай чуть подсолю. То есть, вот без этого никуда не деться. Вот я знаю миллион людей, которые кардинально меняли свою жизнь, свое тело, вообще все. Но это было однажды принятое решение. Об этом говорят все, там, Тони Робинс, еще кто-то. Но мы не верим. Нам как бы кажется, что это совершенно тупая, типа, история. Ну, как так? Ну, какое решение? На чем вы говорите? А есть какое-нибудь средство? Есть какая-нибудь волшебная таблетка, да? Уже всем плохо от этого слова. Но все по-прежнему почему-то хотят в это верить. И вот в результате вы смотрите на себя, вам 20, 30 или 40, и вы выглядите уже блевотненько, понимаете? И вам не нравится. И вы смотрите на эти фотографии, и вы по-прежнему, по-прежнему в интернете самый топовый запрос, это как похудеть. Ну, ребята, и все говорят, у вас была какая-то особенная система питания. Ну, вот первое, что я могу сказать, что удивительно было для меня, даже недавно общаясь со своей подругой, это то, что люди вообще не понимают колораж. Во-первых, сколько им нужно потреблять. Мне, например, в среднем нужно потреблять до полутора тысяч калорий. Если я хочу худеть, то тысячу килокалорий. Это мало, потому что я маленькая. И вот если вы не понимаете колораж, вы не знаете, что, например, в латте больше ста калорий, и что 10 чашек латте за день это дневная норма вашего колоража. Если вы не понимаете, что в маленьком кусочке хлеба может быть 300 килокалорий, если вы вообще не врубаетесь вот в эти калории, вам нужно однажды об этом подумать. Многие говорят, я не хочу считать калории, но я тоже не хочу. Но нужно хотя бы культуру потребления понять. И нужно понимать, что вам надо. Вот для меня, например, когда-то мы снимали Фудекс, Свету, можете посмотреть выпуск на канале, о компании, которая занимается доставкой питания. Они как раз считают колораж, сколько тебе нужно для того, чтобы похудеть, с учетом твоего образа жизни, сколько килокалорий ты тратишь за день, и, исходя из этого, дают тебе питание. Вот я год назад похудела на 4, почти на 5 килограмм с ними, потому что немножко поднабрала и очень хотела вернуться в свою форму, но само это сделать достаточно тяжело, потому что ты банально перебираешь с калориями. На 100-200 перебрал, не говоря уже о большее, и ты уже не похудел. Вот в бизнесе такая же фигня. Когда тебя окружают нормальные люди, когда ты смотришь, что ты утром проснулся и еще рядом с тобой 100 человек проснулась, когда ты ставишь себе какие-то цели и кто-то еще ставит какие-то цели, когда твое окружение вот такое, ты тоже двигаешься, ты тоже меняешься, ты тоже растешь. Если ты этого не делаешь, ничего не происходит. Вообще в чем главная тонкая взаимосвязь во всем этом? А в том, что если у вас есть характер хотя бы в одном, если вы однажды сумели что-то сделать со своим телом, вы 100% справитесь с бизнесом. Если вы что-то сделали со своим бизнесом, если вы зарабатываете деньги, но выглядите сегодня, мягко говоря, не очень, вы 100% сможете поправить свое тело, привести его в идеальную форму. Потому что вот эти качества такие, как постановка целей, сила воли, твердость намерения, блин, не отступать ни при каких обстоятельствах, умение переломать себя, переждать, чтобы потом полегчало, и ты принял вот эту жизнь как за свою новую основу, это очень общие качества, черты характера определенные. Если у вас этого нету, то говорить о том, что вы не можете, блин, сбросить несколько килограмм, но при этом вы можете построить мощный бизнес, ну, ребят, о чем вы говорите? Давайте как бы будем откровенными. Это не может произойти с вами никак, вот вообще никак. По поводу таких вещей, конечно же, раз мы тему типа затрагиваем, суперспособы, да, а если я буду питаться на кокосовом масле, на пальмовом масле, на таком масле, если у меня будет какая-то определенная система, вы знаете, я периодически во что-то загоняюсь, безлактозное, без такое, без такое, потом я понимаю, что я живу в нормальном мире, я хожу в нормальные рестораны, я хожу на какие-то праздники, я не могу и не хочу постоянно жить в каком-то, знаете, вот опять пытаться стать какой-то идеальной в чем-то, не принимать что-то другое. Вчера пальмовое масло было плохим, сегодня стало хорошим, послезавтра кокосовое чем-то станет. Все время все меняется, и я предпочитаю как-то без крайностей, потому что как только я впадаю в какую-то крайность, это капец, точно так же, как и в бизнесе. Как только я делаю ставку на что-то такое одно крайнее, как правило, получается не очень хорошо, поэтому мобильность, гибкость и голова на плечах, понимание, рассуждение своим мозгом, что можно, что нельзя, как нормально, как не очень. Я очень люблю работать, но если я буду работать в круглосуточном режиме совершенно, то скорее всего я когда-нибудь устану и забодаюсь это делать. То же самое происходит с питанием, как только вы принимаете, я, кстати, вот так пробую пасту, кто не знает, вот как только вы принимаете решение, что я теперь буду страшно правильно питаться, тоже вам наступает капец. Вот здесь плавный, плавный переход. Повторюсь, мне очень хотелось бы рассказать вам о чудесах, о том, что можно нажать на эту кнопку и будет так, можно выпить таблетку, можно, но что будет с вашим организмом потом неизвестно. Кстати, паста еще не доварилась, и я ее не посолила. У меня была такая штука прикольная в жизни, когда-то я об этом рассказывала, были таблетки для похудения, назывались они Лида. Они были очень популярными, там типа откуда-то привезенными из заморских стран, и на них очень круто худелось. От них полностью вырубал аппетит, вообще полностью. Страшно хотелось пить, и начиналась тахикардия. Я не знала, что такое тахикардия, но ночью я просыпалась от того, что у меня очень сильно стучало сердце, мне было как раз вот те самые 19. Я на них очень классно похудела, но, естественно, потом обратно поправилась, потому что, когда я переставала их пить, я начинала жрать. Я вам хочу сказать, что вот эти таблетки я до сих пор вспоминаю из одной из историй с ужасом, потому что я даже не представляю, что это было, мне кажется, что это какое-то наркотическое вещество. И вот как раз на такой способ наркотика я, конечно, не согласна и не готова. Все в нашей голове, наша голова страшнейшая инстанция, там вообще все сложно. У нас все время есть тысячи, миллионы проблем еще, которые говорят нам постоянно, давай завтра, давай подождем, давай этого не будем делать, давай лучше сделаем это. Я не знаю, как вы живете, я живу сложно, потому что этот хор орет иногда у меня по ночам. И я просыпаюсь ночью и просто говорю, алло, идите пожрите, ребята, займите чем-то свои рты, мама не может вас сушить. Но так или иначе, у меня есть очень четкие установки, и одна из них гласит, что мне никогда не быть жирной и толстой. Вот никогда, ни при каких обстоятельствах. Можете просто запомнить эти слова. Точно так же, как мне никогда не быть бедной. Никогда. Живет ли это чувство внутри вас? Я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что никто не может его подсадить. Возможно, вам сегодня нужно приготовить себя поесть, только я вас умоляю, не супер калорийно, и поговорить с собой. Сделать себе чашечку кофе, поговорить с собой, задать вопрос, чего вы хотите и на что вы готовы ради этого. Нравится ли вам ваше тело? Нравится ли вам ваша жизнь? Нравится ли вам ваш партнер? Потому что, если ответ «да», то какого черта вы ищете способы что-то изменить? Если ответ «нет», то что тогда вы сидите? Все элементарно, просто. Кстати, пасту надо варить аль денте недолго, на всякий случай. И только твердых сортов пшеницы. Ну, я думаю, вы это знаете. Ну, я тебя, Павла, нечего. Шапли. Кстати, пасту можно и нужно есть. Единственное, что, желательно без сливочных соусов, ну и, конечно, не вечерком. В идеале. А вообще, это сложный углевод, он надолго насыщает. Если не будете много есть, все будет окей. Еще раз повторюсь, вот это отсутствие культуры питания и понимания, что можно есть, в каких количествах хочу нельзя, наша проблема. Поэтому мамке, у кого есть дети, нужно учить. Точно так же, как и учить финансовой грамотности. Учить, как деньги зарабатываются, сколько что-то стоит. Пробовать ребенку объяснять, вот поработай за 200 гривен неделю, например, поделай вот эту, вот эту, вот эту работу. А потом сказать ему в конце, сколько стоит его любимая игрушка. К примеру, чтобы он начинал математически сражаться. Не бойтесь общаться, не бойтесь рассказывать своей голове и головам ваших близких, дорогих людей. Еще раз повторюсь, мы страшно необразованные, мы почти как обезьяны, нас ничему не учили, нам только все время говорили, вы что-то должны. Должны съесть за бабушку, за маму, кого-то не обидеть. Девочка должна быть полненькой в теле. Масса всего навязана. Я забыла, что надо масло. Скоро, кстати, придет сережка. Это будет для него. Сюрприз. Все считают, что я плохая жена. Я вообще идеальная жена. Ну, это я вам так сейчас, по секрету. Это секретненький материальчик. Я идеальная жена. Я умею врить еду. Я умею зарабатывать баблосик. Я умею быть самой лучшей в мире женой и мамой. Вот. Только об этом никто не знает. Но это такое. Что я вам хочу сказать? Если вам по-прежнему интересно, как я похудела, мне вас искренне жаль. Потому что вы ни хрена не поняли о том, что я вам рассказывала. Если же все-таки каким-то образом чудо-действенное, это видео на вас какое-то впечатление произвело, ну, вы знаете, вы слушали очевидные вещи, любовались на то, как я готовлю еду, ждали какую-то супер, супер идею и мысль. И тут вдруг такие сидите и думаете, вот я, блин, реально же она права. Она говорит такие банальные вещи. Идите, разденьтесь, посмотрите на себя в зеркало. Так критичненько. И вы, мужики, тоже посмотрите. Потому что если вам еще, мать вашу, нету 30-е, ваше пузо уже висит и прикрывает ваше достоинство, то это самый вообще сейчас момент для того, чтобы об этом задуматься. Потому что достоинство, оно как бы вряд ли вырастет. А вот пуз, он однозначно может нарасти. Поэтому поднимаю за вас бокальчик, сейчас красивенько положу мужу. Так, сюрпризик будет. Он же, же идет. Красивенько положу пасту с маслицем. Почему? Во-первых, потому что моему мужу уже больше 30-ти. А, как вы понимаете, жирный мужик это что? Это меньше женщин вокруг. А я, конечно, могу вам рассказывать все, что угодно. Побольше положил. Но! Да мой, мой маленький. И пармезанчик. И пармезанчик так набахало, и в нем сразу калории столько, сколько в этой порции. Но Сережка это видео посмотрит после того, когда мы ему это дело подадим. Приятного аппетита, любимый мужчина. Не забудьте подписаться на мой канал. И, кстати, если вы хотите, чтобы я вам снимала видосики из своего дома и демонстрировала вам, что что Толечка-то наработала, то обязательно об этом напишите. И, возможно, я вас услышу. А точнее, точно услышу. Но если вам скучно и вас окружают одни странные люди, присоединяйтесь в мой инсайт бизнес-клаб. Потому что туда приходят только те, кто хочет расти, развиваться, кто не боится быть собой, не боится лажать, но также любит побеждать и выигрывать. Ссылочка внизу. Всем хорошего дня. Пошла кормить любимого. Милая, спасибо большое. Это не макарошки. Это не макарошки. Ну, мне уже надоело худеть от макаронов. Это... И соус с мясом. Ермиловская диета. Ешь, ешь, мальчик. Вкусненько. Так, ребят, ну а сейчас небольшая рекламная вставка. Я всегда рассказываю вам об интересных ивентах, на которые стоит действительно ходить. И один из таких ивентов пройдет в Киеве 1 декабря, который организовывают Олесь Тимофеев и Евгений Черняк, достаточно популярные, известные личности Big Bunny Intensive. Вот, читаю. От титанов украинского бизнеса. Круто же. 6 спикеров, 5 часов контента и обещают собрать больше 2 тысяч участников. А что это означает? Это означает, что мы с вами не только вдохновимся, получим какие-то знания, наверняка, наверняка какой-то инсайт, который, может быть, окажется слишком очевидным, но мы подумаем, блин, почему мы ничего не делали? Но самое главное, мы сможем увидеться. Потому что на таких тусовках всегда находятся самые прогрессивные люди, потому что не так уж много мест, куда нам ходить, где нам встречаться, где видеться, где общаться и где сублимировать эту энергию, чтобы выходить, рвать, метать и, в общем-то, делать нашу страну лучше. Так что сам Бог велел. Оставляю вам ссылочку под видео, переходите, пожалуйста. Стоимость все время будет подниматься, поэтому используйте возможность не платить больше. Кстати, если покупаете билеты компаний, будут приятные скидки. Так что до встречи. Мы с Сергеем обязательно будем там 1 декабря.